Здравствуйте! 24 июня праздник иконы Божьей Матери достойно есть. История этой иконы относится к X веку. Она была описана на горе Афон в скиту апостола Андрея Первозванного. Также эта икона еще называется «Милущая». Часто люди к ней обращаются в своих каких-то скорбях после совершения страшных грехов, рассчитывая на милости именно Божьей Матери и Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Но, как мы с вами знаем, не существует отдельной иконы, которая отвечает за теильные прошения. Поэтому, как иконе Божьей Матери достойно есть, мы можем обращаться во всех своих правильных делах, чтобы Господь и Святая Богородица всегда нам помогала. 27 июня Церковь празднует Собор Дивейских Святых. Сам Дивейская обитель была основана во второй половине XVIII века помещицей Агафьей, которой было явление престола Ильича нашей Богородицы, чтобы она пошла по Руси, и там, где она укажет, чтобы она основала ее святую обитель, которую она прославит во все времена. Так оно и случилось. Не дойдя некоторое расстояние до Сарова, Агафья решила отдохнуть в месте, называемом Дивеево, и там ей явилось опять второе явление Богородицы, которым она указала, чтобы именно в этом месте была основана эта святая обитель. Позже там также была основана вторая обитель, уже преподобная Серафимом Саровским. На сегодняшний день в этой обители существует множество святых, и главная из них – это святая канавка, по которой монахи и паломники проходят и читают молитвы, это иконы Божьей Матери Умиления, перед которой скончался и молился сам преподобный Серафим Саровский, и также остальные 16 святых мощей, которые люди, которые там подвязались в своих правильных трудах. Среди них это новомученики и преподобные люди. Завершилось недельное празднование Дня Святой Пятидесятницы, празднование Сошествия Святого Духа на апостолов, празднование основания Господом на земле Его Святой Церкви. И в сегодняшний воскресный день Святая Церковь посвящает памяти всех святых от века Богу благоугодивших. Христос Спаситель наш пришел на землю с рак раба приим, родился от Пречистой Богородицы и Присна Девы Марии, Жил на земле среди людей, как один из людей. Учил, совершал чудеса, пострадал, воскрес и вознесся и основал свою Церковь. Господь совершил все, что было необходимо для того, чтобы воссоздать падшее человеческое естество, чтобы возродить Его, очистить, осветить и сделать вновь способным войти в Царствие Божие. Это и являлось целью пришествия на землю Христа Спасителя. Это и являлось целью основания Его Святой Церкви. Ибо Церковь есть не что иное, как ковчег спасения. И вот мы можем задать такой вопрос. Господь сделал все, чтобы человек обрес спасение. А обретает ли человек спасение? И вот в сегодняшнем праздновании Церковь отвечает на этот вопрос. «Обретает спасение тот, кто ищет Его, кто трудится над своим спасением, кто употребляет те духовные одарования, которые дал нам Господь и Спаситель наш Иисус Христос для нашего спасения». И этим путем бесчисленное множество людей перешло от земли к небу и обрело вечное во Христе спасение. Вот этот бесчисленный сон святых, апостолов, пророков, мучеников, преподобных, праведных и представляет нашему духовному взору сегодня Святая Церковь, чтобы показать плод того, что соделал для нас Христос, чтобы показать великий сон людей, которые воспользовались дарами Христа Спасителя. Разные пути ведут во спасение. Но все они по сути являются тем путем, который проложил нам к Царствию Божию Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Он принял крест и прошел с ним на Голгоф. А за крестом последовало воскресение и вознесение. И Господь предлагает нам, кто хочет идти за мной, да возьмет крест свой и по мне грядет. Невозможно спастись без труда. Невозможно спастись без усилий. Невозможно спастись без подвига. И разные они могут быть, эти подвиги. Кто-то усиленно постился и молился. Кто-то проливал кровь и пот, страдая за Христа. Кто-то всю свою жизнь стремился к тому, чтобы в полноте исполнить заповеди Божии о любви к ближним. Кто-то боролся со своими страстями, насаждая в себе духовное добродетели. Но все это тот духовный труд, который представил их пред лицем Господа в Его Всевлагом Царстве. И все это невозможно было сделать людям без укрепляющей их благодати Духа Святаго, которую мы обретаем в Церкви, которую мы обретаем в святых церковных таинствах. Вот об этом и напоминает нам с вами сегодня Церковь Христова, совершая память всех святых от века Богу благоугодивших. День, когда свои именины могут отметить сразу все православные христиане, в церковном круге всего один. Это память всех святых. Первые упоминания об этом празднике начали появляться еще в IV веке. И не случайно его празднуют в следующее воскресенье после Троицы, дня рождения Церкви. Божественной литургией в этот день в градосимбирском Вознесенском соборе возглавил митрополит симбирский и новоспасский Иосиф. В своем архипастерском слове владыка отметил, что церковь, которую создал наш спаситель Иисус Христос, не что иное, как ковчег спасения. Примером тому святые, которые своим подвигом, молитвой, борьбой со страстями, пролитием крови перешли от земли к небу и обрели вечное спасение. Вот этот бесчисленный сон святых, апостолов, пророков, мучеников, преподобных, праведных и представляет нашему духовному взору сегодня Святая Церковь, чтобы показать плод того, что соделал для нас Христос, чтобы показать великий сон людей, которые воспользовались дарами Христа Спасителя. После божественной литургии был совершен крестный ход к храму всех святых от века Богу благоугодивших. Именно с этого скромного деревянного храма и началось создание Величественного Вознесенского собора и всего храмового комплекса. Шествуя вокруг всех святского храма, участники крестного хода молитвенно обращались ко всем святым, прося их предстательство перед престолом Божьим. Затем в честь праздника владыка-метрополит совершил освящение иконы одного из самых почитаемых святых угодников Божьих, святителя и чудотворца Николая. Образ был написан по благословению митрополита Иосифа в память о чудесных событиях середины XVI века, произошедших на Симбирской земле. «Ишево святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликистик, чудотворца, мольбу к тебе призываю». По преданию в 1552 году в Промзино-городище на Белой горе явился образ святителя Николая, защитив село от истребления нагайскими татарами. После этого видения на горе была обретена икона святителя Николая. Веками почиталась эта святыня Симбирской земли. Во времена богоборчества образ был утрачен, но сохранились копии, которые писались более ста лет назад, еще в царское время. На сегодняшний день в нашей епархии сохранилось более десятка списков этой иконы. Эта икона по своему написанию является уникальной, потому что она написана по тем особенностям, которые присущи этому чудотворному явленному образу, который явился в XVI веке. Отличительная черта промзинского образа святителя Николая – это темный лик и руки чудотворца. Так они изображены, потому что явленный на горе образ полностью был высечен из камня, а уже впоследствии его украсили серебряной с золочением ризой. Еще есть одна отличительная черта промзинского образа святителя Николая – это полузакрытые его глаза. Вот когда мы кого-то внимательно слушаем, мы прикрываем глаза, чтобы не упустить детали того, о чем нам говорят, чтобы сосредоточить свое внимание. И вот святитель Николай, прикрыв глаза, как бы вслушивается в молитвы верных, которые обращаются к нему со своими просьбами. Помолиться перед этим дивным образом святителя и чудотворца Николая сможет каждый. Копия этой древней симбирской святыни была написана специально для Спасовознесенского кафедрального собора, как напоминание о заступничестве и защите нашей земли святителем Христовым Николаем. Наталья Шуплецова, Симбирская митрополия. Дорогие братья и сестры, поступил очень важный вопрос, который волнует, наверное, всех. Женщина говорит о том, что у ее ребенка появилась пупочная грыжа, и ее вопрос заключается в том, что стоит ли сходить, заговорить ее у бабки или у какой-либо ворожеи, чтобы не обращаться за медицинской помощью к официальной медицине. Давайте начнем ответ на этот вопрос с того, насколько мы доверяем Христу. И вспоминая, начиная с времен Ветхого Завета, где бытописатель очень ясно показывает нам, что проклят, всяк перед лицом Божиим, ворожеи, числогадатели, облакогонители. Еще есть такое неимоверное в градации греха, потому что грех это человек совершает один раз, сожалеет о нем, когда грех повторяется, это уже порог, человек о нем сожалеет, но сделать уже ему тяжело что-либо с этим. Он кается, бросает это дело, потом опять начинает срываться. Когда человек уже не может бороться с своим грехом, он отдаленно понимает его тяжбу низости, это уже страсть. Но когда человек уже согрешая, повторяет и научает этому других, уверяя себя и вокруг стоящих о том, что это правильно, это уже прелесть. Ибо вот оттенок прелести является святотатство. Святотатство, где мы предаем или имя Божие, или предметы, принадлежащие богослужению, которые должны помогать нам в спасении нашей души, поруганию, осмеянию, и всячески лицемерно используя эти предметы для низложения именно сути божественной славы. Ворожей и бабки, зачастую прикрываясь символикой христианства, православия, используя иконы, церковные свечи, является собой действие святотатства. Ибо прекрасно понимая, что не от имени Божьей выступают они, а выступают как от некой внутренней, казалось бы, силы, которые якобы они источают от себя, заставляя болезнь уходить или что-либо изменять в жизни человека. И когда, казалось бы, что может быть от каких-то наборов звуков или слов, казалось бы, каких-то бессмыслиц, но вдруг это действует, потому что в молитве мы иногда просим, а Господь нам не допускает, потому что необходимо время для этого, нужное для Бога по промусу своего. Необходимо действие для спасения, а не просто желание. Как, помните, тот маленький глупый мальчик, который молился Богу на ночь? «Боже, дай мне такие зубы, как у моего деда, он так здорово их кладет на полку на ночь». Глупый мальчик не понимает, что он просит. Он не знает, спасительно ли для него это или нет. Иногда мы по своему внутреннему желанию вымаливаем у Бога то или иное действие, а по прошествии многих лет мы понимаем, насколько это было неразумно, наше желание и стремление. Конечно же, когда ребенок болеет, мы пытаемся все способы истратить, которые только могут помочь. Но зачастую мы начинаем именно из того, чего нужно бояться и сторониться, и никогда к этому не прибегать, ибо за все есть расплата. Как страшно они умирают. Как страшно умирают те люди, которые обращаются к демоническим силам еще и после таких многолетних многолетних святотаственных действий, где они компилируют как бы и православные молитвы, и одновременно их заговоры. Они, прикрываясь иконами и возжигая свечи, не понимая, что предназначение икон – это образ Божий, к которому мы обращаемся. Не сама доска, а изображение на ней. Что свеча – это символ горения нашей веры. Как наша внутренняя жертвенность дается Богу, и этот огонь возжигает нас внутри веру и укрепляет ее. Иногда приходилось навещать в больницах страждущих людей, которые сами когда-то занимались вражбой, и тех людей, которые были жертвы этой вражбы. А дьявол может дать изысканные выходы, показывая тем самым свою насмешливость над Божьим образом в человеке. А человек, не понимающий душа, не видящий дальше своего зрения, как далеко мы можем видеть на уровне горизонта, но на этом мир не заканчивается. Как далеко может видеть душа грехи или пороки, пока не постигнет в них опытным путем. И опытный путь зачастую бывает очень извилист. Духовный путь – он прост. Он есть любовь, терпение, прощение. Но человек не хочет его. Ему хочется попятиться назад, спрятаться во тьму и там отсидеться, думая, что пройдет буря правды Божьей, и он восстанет, распрямится и пойдет дальше своей дорогой греха, порока и страстей. Зачастую наказание за эти деяния бывает уже при жизни человека. Испытывая этот внутренний духовный дискомфорт, люди ищут Бога где-либо, но только не в своем сердце. они видят его в утешении своих материальных благ, в оправдании своих грехов или каких-то внутренних начинаниях, которые они никогда не продолжат. В мечтаниях и в бесстремительной этой деятельности внутренней, душевной, но не доходящей до духовности. Любовь теряется. А где нет любви, там есть дьявол и его приспешники, которые стремятся только в одном – захватить к себе души человеческие, отринуть их от правды Божьей и как можно больше душ захватить с собой в погибель. Когда человек пытается изменить материальное естество через демонские силы, завуалированное под некие обряды, имитирующие праведность церкви, то, конечно же, это все приводит к большим печалям, к большим трагедиям, ибо здесь уже упоминается всякий грех проститься человеком, кроме хулы на духа святаго. И до этого допускать ни в коем случае нельзя. Внимательно любите Бога. Не просто опрометчиво, а прибегая к тому, чему учит церковь. И в церкви есть спасение. Здравствуйте, дорогие зрители! Нам прислали следующий вопрос. У меня пропал пожилой отец. Это случилось три года назад. Как молиться о нем о здравии или об упокоении? И можно ли вообще молиться о некрещенных людях? Из самого вопроса непонятно, был ли отец крещеный или нет. Но если человек был крещеный, то церковь, в таком случае, если человек пропадает без вести, минимум пять лет молится как о живом. То есть, если нет подтверждения того, что человек умер, то молится о таком человеке пять лет как о живом. И только после этого начинает молиться как об усопшем. И вообще, да, вот в это время, наверное, очень тяжелое, изматывающее время, потому что неизвестно, да, что с человеком. Вроде бы человек был и неизвестно, он умер или не умер, жив, не жив. И вот это вот очень изматывающее само по себе незнание. Очень важно, опять же, молиться Богу. Молиться о Богу о том, чтобы он дал знать, в каком состоянии сейчас находится этот человек, да, где этот человек, где может быть его, если он усоп, его тело, чтобы можно уже было похоронить его по христианским обрядам. Очень полезно молиться, обычно молиться, да, в таких случаях, не только Господу, но и Божьей Матери перед ее иконой взыскания погибших. Да, это такая старая христианская традиция. У этой иконы молятся и как раз об пропавших без вести, и вообще люди, которые находятся в какой-то очень тяжелой жизненной ситуации, да, вот как бы из самого названия взыскания погибших. То есть почти человек уже погиб, да, но вот можно помолиться перед этой иконой об избавлении этого человека. А об некрещенных молиться тоже, конечно, можно, да, но в домашней молитве. И вообще вот молитва о некрещенных тоже как бы задает, а почему мы молимся о некрещенных, пусть и в домашней молитве. Почему это возможно? Это возможно на основании как раз Писания Нового Завета. Можно вспомнить знаменитые слова Христа, что любите ненавидящих вас, да, и дальше в этих словах, да, в этой фразе можно найти «молитесь об обижающих и гонящих вас». То есть, ну а кто в то время гнал и обижал людей христиан? Естественно, люди не крещенные никак, да, поэтому опять же о них можно молиться. Апостол Павел в своих писаниях к Тимофею говорит, что как раз нужно молиться и об область придержащих, и начинает, начинает причислять всех, о ком нужно молиться, и прибавляет, чтобы они пришли в познание истины. А кто вот эти люди в то время при Павле, да, апостоле Павле, первый век, власть придержащих? Ну, это были те же самые язычники, да, то есть и о них можно молиться, да, чтобы они пришли в познание истины. Также есть, существует молитва церковная для домашнего прочтения об еретиках, да, и об отступивших от православной веры, чтобы они опять же, по словам Павла, пришли в познание истины. Поэтому молиться должно и нужно о некрещенных, да, но в домашней молитве, пометуя, что в церкви все-таки собираются именно церковь Христова, да, те, кто сознательно пришел к вере Христовой, вот они собираются и молятся как бы о себе, о своих близких. Ну, потому что нельзя человека, скажем так, его совесть насиловать, да, потому что если человек некрещенный, значит, ему велит так его, скажем так, внутренняя воля, внутренняя совесть. И нельзя насильно его, скажем так, даже через свою молитву причислять к членам церкви. Дома, пожалуйста, да, дома можно, естественно, и нужно молиться о здравии, об каких-то благополучии наших близких, да, о том, что они пришли, может быть, в познание истины, но это только вот для домашней молитвы. К нам пришел следующий вопрос. Может ли христианин отмечать день рождения, ведь принято отмечать день ангела? Здесь нужно понять, откуда произошло такое, скажем так, подозрительное отношение некоторых христиан к дню рождения. Ведь у идеев, да, в то время, когда родился Христос, не было принято даже запоминать день своего рождения. Более того, мы, когда читаем Экклезиаста, он пишет, что день рождения хуже дня смерти, то есть день смерти – лучший день рождения. У псалмопевца Давида есть, да, слова такие, проклятия, да, к своему дню рождения, можно даже так же выразиться. Откуда это происходило? Да, человек в Ветхом Завете был рожден в грехах, и в принципе ему, если можно так выразиться, впереди не светило никакой радости, да, человек не попадал в рай, да, он попадал в шоу, если следовать иудейской традиции. И, соответственно, рождение само по себе – это был акт вхождения вот в эту непрерывную череду страданий жизненных, без какого-то просвета впереди, да. Но уже впереди, да, пришел Христос и, скажем так, открыл нам перспективу вечной жизни в Царстве Небесном. И, соответственно, более того, уже в римской традиции было принято праздновать дня рождения и отмечать свои дни рождения. И уже когда Церковь Христова распространилась на всю империю, да, те святые, которые жили уже в римской традиции, да, они также праздновали дня рождения, как вхождение в эту жизнь, в эту жизнь, которую, да, воровал нам Господь, да, и это все-таки для них уже был радостный день. Поэтому здесь нет никакого противоречия, да, если мы вспомним, конечно, Ветхий Завет, да, там можно найти противоречие с нашими празднованиями рождения, но после Ветхого Завета был уже Новый Завет, пришел Христос, да, и эту перспективу радостной бытия он именно нам раскрыл. Поэтому для православного все-таки можно и нужно праздновать дни рождения, но обязательно помолиться, помолиться, да, и возблагодарить Бога за прошедший год, да, и попросить благословения на год грядущий. Субтитры создавал DimaTorzok